Всем привет! Вы на канале Топарми. Сегодня мы с вами поговорим про американский истребитель F-35, компания Longcat Martin, также известный как Lightning II. Был претендентом на участие в программе Joint Strike Fighter, которая предназначалась для замены существующих типов самолетов обычным истребителям. Концепция Joint Strike Fighter была представлена в ВВС США. Цель этой программы состояла в том, чтобы объединить обычные истребители для ВВС, корабельные катапультируемые самолеты для ВМС США и истребители с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для корпуса морской пехоты США. Предложенный компанией Longcat Martin самолет ранее был известен как X-35 и выиграл конкуренцию с Boeing X-32. С 1997 года его разработка была совместно с компанией Northrop Grumman и Byte System. Первый опытный образец X-35A был выпущен в 2000 году и в том же году стал первым. Разработка этого самолета в основном финансировалась США и правительством Великобритании и других стран-партнеров, которые предоставляли дополнительное финансирование. Однако разработка этого истребителя сопровождалась постоянным перерасходом средств. В 2015 году версия F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой F-35B достигла начальной эксплуатационной готовности к корпусу морской пехоты США. В этом же году началось серийное производство F-35. Обычный взлетно-посадочный вариант F-35A поступил на вооружение ВВС США в 2016 году. Корабельная версия F-35С достигла первоначальной эксплуатационной готовности ВМС США в 2019 году. Американские военные планировали получить более 2440 этих самолетов всех типов. Однако из-за перерасхода средств, вероятно, будет получено меньше новых самолетов. В 2015 году в ВВС Италии был поставлен первый самолет F-35. Это был первый серийный самолет, поставленный за пределы Соединенных Штатов Америки. Страны, заказавшие F-35, включают Австралию, Канаду, Данию, Израиль, Италию, Нидерланды, Норвегию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Турцию. Турцию, кстати, выкинули из сделки по F-35 из-за покупки российской противоракетной системы С-400, по-моему, или С-300, если нет, поправьте в комментариях. Также включают Великобританию и, возможно, некоторые другие страны. Однако некоторые операторы заказали относительно небольшое количество этих многоцелевых истребителей из-за их внушительной цены. В 2020 году компания Lockheed Martin поставила свой 500-й истребитель F-35. В 2022 году известно, что компания Northrop Grumman поставила 900-й фюзеляж для F-35. F-35 имеет конфигурацию, аналогичную конфигурацию F-22, собственной конструкцией компании Lockheed Martin. Однако он немного меньше и имеет всего лишь один двигатель. Самолет с одним двигателем дешевле в производстве и обслуживании. F-35 использует технологию малозаметности, которая уменьшает его радиолокационную диаграмму направленности и затрудняет его обнаружение для радаров. В настоящее время это один из самых совершенных истребителей в мире по версии западных экспертов. Только F-22 Raptor мощнее. Также F-35 является вторым настоящим истребителем пятого поколения после F-22. Новейшие китайские и российские истребители, такие как Чинджу-Джи-20 или Су-57, не может сравниться с F-35. По технике также заявляют иностранные эксперты. Ну а если вы считаете, что это не так, то обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Кто же круче, F-35 или Су-57? Ну или китайский Чинджу-Джи-20? Для этого многоцелевого истребителя были разработаны два различных турбореактивных двигателя с форзажной камерой Part E-Vitney F-135 и на основе этого же двигателя был сделан F-119, использующийся на F-22 Raptor. Он конкурировал со совершенственным двигателем General Electra Electrics Rolls-Royce F-136. В конце концов был выбран двигатель Part E-Vitney. На сегодняшний день это самая мощная из когда-либо созданных двигателей для истребителей. Существует два различных варианта этого двигателя, в том числе обычный вариант для истребителя F-35A и F-35S и модифицированный многоконтактный двигатель для истребителя F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Интересный факт. Компания Rolls-Royce разработала систему вертикального подъема как для компании Part E-Vitney, так и для компании General Electrics. Лайтинг-2 способен развивать сверхзвуковые скорости. Многоцелевой истребитель F-35 может выполнять задачи ПВО непосредственно авиационной поддержки и тактических бомбардировок. Он может нести до двух ракет класса воздух-воздух или два оружия класса воздух-земля во внутреннем отсеке вооружения. Истребитель F-35 совместим с такими ракетами, более известными как AIM-120 и AIM-132, также ракеты Brimstone и некоторыми другими ракетами. Дополнительные ракеты, бомбы или топливные баки могут быть прикреплены к внешнему узлу подвески. Пилоны за концовки крыла также могут нести ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder, которыми недавно, совершенно буквально месяц назад был сбит китайский аэростат над Соединенными Штатами Америки, который является классом воздух-воздух. Однако внешнее вооружение, которое несет F-35, ухудшает его стелс-возможности. Только одна версия F-35, F-35A, имеет внутреннюю четырехствольную 25-мм пушку и 180 снарядов на борту. Версия F-35B и S могут нести внешнюю подвеску с такой же пушкой и боезапасом 220 снарядов. Этот внешний модуль имеет функцию скрытности. F-35 напичкан самыми передовыми системами. Его ключевые системы включают в себя также радар с активной фазированной антенной решеткой, которая сочветает в себе функцию радара, радиоэлектронной борьбы и связи, а также инфракрасный датчик формирования изображения с конформной решеткой. Данные с различных датчиков объединяются в усовершенствованную систему отображения на шлеме пилота. Этот многоцелевой истребитель имеет возможность дозаправки в воздухе. Самолет предлагается в трех основных вариантах, включая F-35A, B и C. Первоначально планировалось, что эти варианты будут иметь около 80% общих деталей, чтобы снизить затраты на разработку и производство. Это также потребует меньше материально-технической поддержки. Однако оказалось, что к 2017 году унификация конструкции составляет всего 20%, так что в основном мало пользы от этой общности. Как в конечном итоге выяснилось, США предпочтили бы принять три разных типа самолетов для различных родов войск США вместо этого универсального самолета. Программа разработки F-35 страдала от постоянного перерасхода средств. Стоимость начального серийного самолета составляла от 94 до 122 миллионов долларов за единицу, в зависимости от версии. Планировалось, что серийный самолет F-35A будет стоить около 80-85 миллионов долларов за одну штуку. Например, истребитель-невидимка F-22 Raptor стоит около 150 миллионов долларов за самолет. Однако в 2020 году было объявлено об экспортной продаже Саудовской Аравии 50 истребителей F-35 на сумму 10,4 миллиарда долларов. Это составляет 208 миллионов долларов за самолет. Хотя эта цена может также включать расходы на обучение и обслуживание. Говорят, что один только шлем для F-35 стоит 400 тысяч долларов, и каждый шлем предназначен только для головы одного пилота, поскольку он будет спроектирован так, чтобы отображать на лобовом стекле глаза пилота. Первоначальный контракт должен был стоить полтора триллиона долларов с момента его заключения в 1996 году в течение 50 лет. Текущий контракт отстает от графика на 7 лет и превышает бюджет на 163 миллиарда долларов. Но про варианты мы рассказывать не будем, это уже тема для отдельного видео. Ну а что думают зрители канала Топ Арми по поводу этого истребителя? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а на этом выпуске от канала Топ Арми не заканчивается, и чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok